Теперь мы разберем запрещенные дни, запретные дни для поста. Мы брали с вами нежелательные дни поста, брали макрух тахрим, то есть очень-очень нежелательные, которые близко к запрету. А теперь возьмем вообще запрещенные дни. Какие же запретные дни для поста? То есть для этого красный свет, харам в эти дни постится. Саум, яум ль-ид фитр, ау яум ль-ид адха. В праздничные дни или ураза байрам, или курбан байрам. Поститься запрещено. То есть запрещено поститься, харам поститься в день праздник разговления и в день праздник жертвоприношения. Умар, радullahi альхум, сказал, В эти два дня пророк Мухаммад, салаллаху алейху асалям, запретил поститься. Яум фитр икум мин саумикум. То есть он сказал, запретил поститься в день, когда вы разговляетесь, в этот день запретил поститься. И в день, когда вы кушаете из того, что привели в жертву, то есть Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения, храм постится. Следующий Айям-Ут-Таширик. Что такое Айям-Ут-Таширик? Мы также разберем эти дни в разделе хадж, пятый столб ислама, хадж, паломничество. Айям-Ут-Таширик – это дни, одиннадцатый день Дзюль-Хиджа, двенадцатый день Дзюль-Хиджа и тринадцатый день Дзюль-Хиджа. Эти дни называются Айям-Ут-Таширик, это те дни праздничные. Ведь у Роза-Байрам – это праздник один день. Поэтому задают вопрос, когда можно восстанавливать пост или поститься в Шаваль? Мы сказали, говорим в этот момент после Рамадана, то есть первый день Шаваля получается, этот день разговления у Роза-Байрам. То есть в Айд, праздник у Роза-Байрам один день только. А Курбан-Байрам четыре дня. Четыре дня. Поэтому это десятый день Дзюль-Хиджа, это основной день Курбан-Байрам. Потом идет за ним одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый. Это Айям-Ут-Таширик называется. Вот в эти дни поститься тоже, Харам запрещено. Как сказал Пророк Мухаммад, саллаху алейхи салям, Пророк Мухаммад, саллаху алейхи салям, отдельно послал одного человека, чтобы обратился к паломникам, к тем паломникам, которые находились на Хаджи в день Мина, то есть которые жили в Мина, в дни Таширика, то есть в одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый дней вместе Дзюль-Хиджа. И чтобы он к ним обратился и закричал, сказал, не поститесь, не поститесь в эти дни. Почему? Потому что эти дни, те дни, когда нужно кушать, нужно пить и нужно проявлять некую радость в эти дни. То есть дни питья, дни еды и проявление некой вот этой радости. И также приводится в эти дни нужно поминать Аллаха. Следующие дни запрещенные в харам поститься, это для женщин во время менструального цикла и во время послеродового очищения. Как сказал пророк Мухаммад, салли, ва салли, ва салли, ва салли, ва салли, ва салли. Пророк Мухаммад сказал, вы знаете ли, если женщина в тот момент, когда она не молится, то есть в эти дни, когда у нее идет очищение у женщины, она не молится и она не постится. Следующий пост, запрещенный пост, харам поститься, больной человек, который боится то, что он может навредить его здоровью. То есть сильный, когда он болеет, у него какая-то болезнь, и он боится, если ему нужно принимать лекарства, таблетки. И если пост навредит это ему, для его здоровья, то запрещено поститься. Как сказал, субханам ва-та-Аля, в Коране, Всевышний Аллах, субханам ва-та-Аля, в суре «Ан-Ниса», в суре «Женщины» сказал, не убивайте, не уничтожайте сами себя. Поистине, Всевышний Аллах, субханам ва-та-Аля, по отношению к вам, милостивый. Аллах проявляет к вам свое милосердие. То есть отсюда, опять же, уважаемые братья и сестры, мы что смотрим? Аллаху не нужно то, чтобы мы уничтожали себя в поклонении. И Аллах послал нам религию не для того, чтобы усложнить нам жизнь, а для облегчения. Если человек болен, болеет, ему запрещено поститься, если это может усугубить его здоровье. Теперь перейдем к Рамадану. Мы сейчас с вами объяснили, разъяснили, рассказали в общем про пост, какие бывают виды поста. Сейчас, так как наш четвертый столб – это сияму Рамадан, пост в месяц Рамадан. Во-первых, то, что пост в месяц Рамадан является ваджибом, фардом, обязательным, согласно Курану, сунни и иджма. Иджма – это когда все ученые собираются, ученые уммы пророка Мухаммада, саллаху алейсалям, собираются на единогласном мнении. То есть по единогласному мнению пост в месяц Рамадан, он является обязательным, фард. То есть никто не может сказать, что можно не поститься в месяц Рамадан. Нет, он является фардом, он является обязательным. в месяц Рамадане, в месяц Рамадане, в месяц Рамадане. Это тот месяц, в который Аллах ниспоставил Куран. Куран указывает прямой путь для людей. И также Куран разделяет халаль от харама, дозволенное от запретного. И после этого Всевышний, субханаму ва-те-Аля, сказал То, кто из вас достал месяц, то пусть он его постится. Опять же, это долиль на то, что, уважаемые братья и сестры, не иногда говорят люди, вот я хочу пропаститься в месяц Рамадан 10 дней. Или примется ли от меня этот пост или нет. Или я хочу там несколько дней, три дня в начале, три дня в середине, три дня в конце. Нет, шахар Рамадан, его нужно поститься полностью. Поэтому Аллах, субханаму ва-те-Аля, сказал То, кто дожил до месяца Рамадана, пусть он его пропастится. То есть, имеется в виду весь месяц, а не отдельные дни в месяц Рамадан. И также Пророк Мухаммад, сал-Аллаху алейхи вассалям, сказал Хадис, который мы с вами до этого упоминали Ислам опирается на пяти столбах Первое, свидетельство то, что нету Бога достойного поклонения ему, кроме Аллаха, что Мухаммад раб и посланник Аллаха, и камин саля, чтение пятикратной молитвы, и таясь заката, выплачивание заката, четвертый сома Рамадан, пост, месяц Рамадан, и пятый хадж, совершить поломничество хадж в Мекку для того, у кого есть возможность как материальная, так и физическая. Также Пророк Мухаммад, сал-Аллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе, который проводит имам Муслим, от молитвы до молитвы, пять молитв, от одной молитвы до другой молитвы, от пятницы до пятницы, от Рамадана до Рамадан, Аллах, субханалу алейхи вассалям, прощает все прегрешения, кроме как большие грехи. Большие грехи нужны тяумы, нужны отдельные покаяния, однако прегрешения всевышленные. Аллах, субханалу ате аля, то есть, представляете, человек пропастился, опять милость Аллаха, пропастился в месяц Рамадан, закончился в месяц Рамадан, в течение года, если у него были прегрешения, Аллах, субханалу ате аля, до следующего Рамадана, когда он вступает в следующий Рамадан, все прегрешения прощает. Также от намаза до намаза, и от пятницы до пятницы. Также пророк Мухаммад, салалу алейхи вассалям, сказал, «Ман сама Рамадана, иманин, вахтисабин, гуфираллаху ма тякаддама миндзамбих», «То, кто постился в месяц Рамадан с иманом, с верой и с надеждой, то, что Аллах его простит, Аллах, субханалу ате аля, простит ему все прегрешения». Хадис приводит, который в сводах имам Бухари и мусульман. Также пророк Мухаммад, салалу алейхи вассалям, сказал, то есть, посмотрите, достопримечательность этого месяца, достопримечательность этого месяца, в хадисе, который приводит иман Матримиди, «Ида кана овуля лейлати мин Рамадан, субфидати шаятын, умара дати лжан». Когда наступает первая ночь месяца Рамадан, Аллах, субханалу ате аля, привязывает шайтанов, привязывает дьяволов на цепи. «Ва гулликат абуабу лнар, фаламни юфтахм мин хабаб». Все двери ада, в аду семь дверей, в раю восемь дверей, и все двери ада закрываются, и ни одна дверь не открывается. «Ва футихат абуабу лжанна, фалам юглақ мин хабаб». И все двери рая открыты, и ни одна дверь не закрыта. То есть, как бы, призыв после этого идет, «Надиль мунади», глашатый призывает и говорит, «Я баги лхайр, ақбил». «От, кто желает для себя блага, прими это». «То есть, ступи месяц Рамадан, начни поститься». «Ва я баги шар ақсир». «И тот, кто для себя желает плохого, не желает для себя блага, для себя блага ақсир, оставь это, не бери это». «То есть, тот, кто желает блага постись, не желаешь блага для себя, тогда не постись». «Ва лилляхи утақау мин аннар». И каждую ночь Всевышний Аллах ведет список людей, которые спаслись от наказания ада. Освободились от ада. Таким образом, каждую ночь, тоже каждую ночь Аллах поименно говорит, «Этот человек освободился от ада. Этот человек освободился от наказания ада». Какая милость Аллаха в месяц Рамадан. Какие благие деяния помимо поста совершать в месяц Рамадан? Их много, мы упомянем некоторые из них. Первое, садака, милостына. Как сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейхи салам, «Авдалю садака, садака в месяц Рамадан». Самый лучший из милостын садака, это садака, которая дается в месяц Рамадан. Также пророк Мухаммад, салаллаху алейхи салам, сказал, «Ман фаттара саимен, фалаху аджрух мин гайри анян, уса мин аджри саимы шей». Тот, кто позвал для того, чтобы сделать разговление у него. То есть, например, человек постится, как у нас есть такие совместные фтары, и каждый день братья зовут, приглашают, родственники. И если человек пригласил кого-то сделать у себя разговление, или дал ему хотя бы там финик, или водичку, то есть предоставил ему что-то, чтобы он сделал разговление, и ему будет такая же награда, как будто он постился вместе с ним, а его награда не утеряется. Что имеется в виду? То, что один день поста, уважение братья и сестры, на пути Аллаха, как мы сказали, в хадисе, упомянули в хадисе, отдаляй человека от ада на 70 лет. И человек, который сегодня постится, он отдаляется от ада на 70 лет. Но если человек пригласил другого сделать разговление, он берет две награды за свой пост, и за его пост, и тот, кто постился, свою награду не теряет. Субханаллах. То есть, есть люди, которые каждый день постятся, не один день, а по 10 дней. Если каждый день, например, зовет там 9 человек на разговление, и кто-то по 100 дней в день постится. То есть, такая великая награда от Всевышнего Аллаха, субханаллаху ва Тааля. И также удивительный хадис, где пророк Мухаммад, саллаху алейхи саллаху, сказал, Если человек делал разговление для по посящíchся из еды или из питья, из воды, из халаля, то за этого человека молятся ангелы в часы месяца Рамадана. То есть, весь месяц Рамадан за него молятся ангелы. И Джабраиль, алейхи салям, отдельно за него молится в ночь предопределения. Такая великая награда Всевышний Аллаху, для того, который жертвует, который дает садыка, который призовет к себе, чтобы у него разговаривались в месяц Рамадана. Пророк Мухаммад, был самый щедрый из людей. И более он был щедрым в месяц Рамадан, когда встречался с Джибраилем, с ангелом Джибраилем. Второе, какое благое дело можно делать в месяц Рамадан, выставленной ночи в молитве. Пророк Мухаммад сказал в достоверном хадисе, который приводит имам Бухарии, Мусульм. То, кто выставил в месяц Рамадан в молитвах с иманом, с верой и с надеждой, то, что Аллах его простит, Аллах простит ему все прегрешения, сказал посланник Аллаха. Пророк Мухаммад, ночью в Рамадане вообще не спал. А когда наступали последние десять ночей месяцев Рамадан, он будил свою семью. Маленького, большого, всех, кто мог молиться, он их будил для того, чтобы вставить ночь в поклонение. Приводит этот хадис имам Мусульм. Достоверный хадис. Следующее благое дело в месяц Рамадан теляватил Куран, чтение Курана. Ведь месяц Рамадан это тот месяц, когда Аллах, субхану ва Та'ля, не спасал Куран. Месяц Рамадан это не только месяц поста, а также это месяц Курана, чтение Курана, размышление над Кураном, завучение Курана. Это хадис достоверный, приводит его имам Бухари. Пророк Мухаммад читал больше Курана в молитвах в месяц Рамадан, чем в другие месяцы. История жизни пророка Мухаммад с ним вместе читал сподвижник, который звали Худайф, рада Аллаху, лейля, ночь. То есть пророк Мухаммад сказал Аллаху Акбар, начал молиться ночную молитву. Рядом с ним стал Худейфа. И Худейфа, рада Аллаху Альху, прочитал с пророком Мухаммадом саллаху алейхима салям ночью намаз, ночную молитву, как сказал Худейфа, рада Аллаху Альху. То, что пророк Мухаммад сказал Аллаху Акбар ночью, в месяц Рамадан, и начал читать намаз. И прочитал после Фатиха сурата Албакара, ثум Аль-Имран, ثум Ан-Неса, потом Сур Аль-Имран, потом Сур Ан-Неса. Примерно около пяти девушек в Куране. И когда читал, подходил до аятов, где Тахвив, где Аллах, Субхану Ата'ля, напоминал о наказании, то останавливался, задумывался, пророк Мухаммад, то есть медленно читал, размышляя читал, и пришел Билаль и сказал, азян на утренную молитву. То есть всю ночь пророк Мухаммад, салам, прочитал молитву. То есть провел в молитве. И вот так вот проводил ночи. Пророк Мухаммад, салам, много читал Курана в месяц Рамадан. И сказал, пророк Мухаммад, салам, сказал, Куран, пост и Куран будут заступниками за раба в судный день. Я говорю, пост скажет, заговорит и скажет, О, наш Господь, О, Аллах, я ему, запретил кушать и пить днем. И Куран скажет, О, Аллах, я запрещал ему ночью спать. Он читал меня. Дай ему заступничество посредством нас. Скажет пост и скажет Куран. Этот хадис достоверный. Следующее благое дело в месяц Рамадан это Это когда человек многое время находится, проводит в мечети с намерением приблизиться к Аллаху. И пророк Мухаммад, салам, всегда делал иعتекаф. И последние десять ночей он делал постоянно иعتекаф в мечети, пока не пришла ему смерть. Пока он не встретился с Аллахом, субхану, субхану, То есть если человек может себя проверить на богобоязненность, приходит в мечеть, успокаивается ли у него там сердце или нет. Если он находит успокоение, значит это его дом. И Аллах, значит он числа богобоязненных. Дом, мечеть является домом каждого богобоязненного. И Аллах обещает тому человеку, мечеть для кого стала домом, чтобы Аллах, субхану, 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 обещает ему рау, рахма, милость, успокоение души и возможность пройти через мост, через сират, судный день к довольству Аллаха и в его рай. Следующее благое дело — совершить малое паломничество в Мекку в месяц Рамадан. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассаляму, «Умра, совершенная в месяц Рамадан, по награде подобное хаджу, большому паломничеству, совершенному вместе со мной», сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассаляму, в хадис, приводится в своду хадисов имама Бухари и муслима. «Умра, саллаллаху алейху ассаляму, от умры до умры прощаются все прегрешения для раба Всевышнего Аллаха». Теперь возьмем раздел «Как понять, что месяц Рамадан наступил». Первое — «Икмалю талятин мен шаабан» — если полностью завершится месяц шаабан, то есть 30 дней. Второе — «Ру'ya» — если увидит луну. То есть бывает такое, что шаабан может быть 29 дней, или в следующий день уже наступление месяца Рамадана. Поэтому каждый год мы видим, аль-хамдалла, то, что выходят люди, которые смотрят луну, наступил ли месяц или нет. Как сказал Всевышний Аллах, субханаху ате'аля, «Фамен шахия мейнкуму шахра, фалья сумх». То, кто из вас засвидетельствовал месяц, то есть шахида, имеется в виду увидел шахр, месяц, то есть новое луну, фалья сумх. Пусть он постится. Сказал Всевышний Аллах, субханаху ате'аля. Сказал Всевышний Аллах, субханаху ате'аля. В достоверных источниках, источниках свобода хадиса имама Муслима, пророк Мухаммад, саллаху ате'аля, сказал, «Если вы увидели луну, то поститесь, и когда вы ее увидите, разгавляйтесь». То есть имеется в виду, увидите луну в следующем месяце, после Рамадана, месяца Шаваля. А если, «гамма алейкум», то есть невозможно было увидеть из-за облачки, то «акмелю л'идда салатин явма», то есть завершите полный месяц, 30 дней. То есть если на 29-е сутки не видно луну, то тогда 30-й день тоже нужно завершить. Если, например, скажем, на 29-й день месяца Шаваля не видели луну, значит, еще месяц Рамадан не наступил, 30-й день Шаваля нужно подождать. Также если, когда наступает Айдуль-Фитр, когда наступает праздник разговления у Роза Байрам, если на 29-й ночь не видели луну новую, тогда нужно пропаститься 30 дней, и уже после 30-го дня на следующий день наступает первый день месяца Шаваля. Ну, хотелось бы здесь пояснить следующие вещи. Бывает то, что она в России, там, в других странах, там, в СНГ, или там, бывает, в других странах, не смотрят по Луне, смотрят по календарю. Что делать? Как часто бывает вот этот спорный вопрос, и часто задается этим вопросом то, что каждый год бывает в Саудовской Аравии видели луну, в других странах не видели луну. Как нужно следовать поститься нам по Саудии, как в Саудовской Аравии, то на этот вопрос хотелось бы ответить в следующем, то, что нужно поститься, как сказал пророк Мухаммад, сказал, то есть вы должны поститься тогда, когда постится джамаат ваш, и разговление делать, когда все разговления делают. То есть имейте, как в стране, если скажут, что поститься, нужно поститься. Когда разговление, так же и разговление. Я хотел бы в своей жизни привести вам пример, когда еще учился в Саудовской Аравии, мы даже бывали по телефону заводили, там ругались, бывали там с близкими и так далее, там в Саудовской Аравии еще не видели луну, вам не нужно поститься, или когда было разногласие, например, у них был аид и так далее, у нас еще пост, тогда мы говорили, так, дальше продолжайте поститься, луна еще не видели или увидели ее, начинайте поститься. И всегда были разногласия. И потом уже в последнее время, эти же, когда мы обращались, спрашивали эти вопросы у шейхов и ученых, они нам говорили, нет, нужно поститься, когда увидят луну, и сделать разговление, когда увидят луну. И потом уже, когда уже некая такая смута началась, эти же ученые нам говорили, что нет, пускай постятся, как принято, как скажут там у них в стране, по календарю. Говорим, Субханаллах, шейх, ну бывает даже там то, что на сто лет вперед могут нам сказать, когда будет пост, когда начнется через сто лет Рамадан, когда будет... Даже если по календарю, то хадис берите, то что вы должны поститься вместе с теми, кто постится, и разговариваться вместе с теми, кто разговаривает. Но почему тогда раньше мы приводили другой хадис, где пророк Мухаммед сказал, поститесь, когда вы увидите луну, и разговаривайтесь, когда вы увидите луну. На что эти же шейхи и ученые нам говорили, мы не знали положение в вашей стране, поэтому, аль-хамдулля, нужно придерживаться этого хадиса, вместе с джаматом разговаривания делать, вместе начинать поститься. Поэтому я что бы хотел в этом обращении сделать, чтобы не было фитн и смута, Потому что часто бывает в одном селении, в одном городе кто-то постится, кто-то не постится. Поэтому, чтобы не было этой фитны, этой смуты, как вот установлен у вас день поста, вместе с джамаатом нужно начинать и вместе с джамаатом делать разговоры. Широт усаум. Какие условия для того, чтобы поститься? Это должен быть мусульманин, муслим, акиль, разумный человек. То есть сумасшедшему ему не нужно поститься. С него, альхамдулля, Аллах не будет спрашивать ни за его молитву, ни за его пост. Также, байлих, совершеннолетний ребенок, который маленький еще, ему не обязан поститься. Но если вы будете, альхамдулля, своих детей приучать с детства, хотя бы там, например, полдня пропаститься, потом чуть постарше станет, весь день постараться, то это уже будет ему некая такая хорошая подготовка, когда уже ему станет совершеннолетним, когда он уже будет обязан поститься, ему будет легче, альхамдулля, соблюдать это. Пророк Мухаммад сказал, Аллах не записывает грехи, то есть перо поднято с трех видов людей. Сумасшедший, неразумный, пока ему не вернется к нему разум. Человек, который спит до тех пор, пока он не проснется. И ребенок, пока он не станет совершеннолетним. Также обязательные условия, чтобы для поста, это для женщин, чтобы у них они были, альхамдулля, очищены. То есть у них, чтобы они не постились во время очищения, то есть во время министруального цикла, во время послеродового очищения, они поститься не должны. Харам запрещены эти дни для их поста. Разберем вопрос Сомль-Мусафер, пост путника. Если человек куда-то поехал в другой город, в другую страну, и это превышает 48 миль, ну примерно 48 миль, это где-то 80 километров. Если на такое расстояние он куда-то отправился, то он является уже мусафером. Ему можно не поститься. Можно не поститься, но он должен будет восстановить этот пост. То есть если, например, молитву, когда мы разбирали намаз, он сокращает, совмещает, потом перечитывать не должен. А если он оставляет пост во время своего путешествия, то он потом должен вернуть этот пост. Должен вернуть этот пост, как сказал Всевышний Аллах, То, кто из вас болен или в пути, то пусть он потом восстановит этот пост. То есть может сделать разгавление, и потом уже должен восстановить. Поэтому если человек, например, например, скажем, возьмем на сегодняшний день на самолете, там лететь ему бывает час, два, три в какую-то страну, например, или в пять часов, ему легко, аль-хамдуллюм, он может и пропаститься. Если ему не тяжело, то лучше пусть он пропастится, чтобы потом не возвращать. Этот пост. Но однако, если он хочет сделать разгавление, у него есть такая возможность. Даже если ему не тяжело было в пути. Потому что аль-ля, именно причина разгавления путника, это не ма-шакка, это не трудность, это не тяжесть, а это ма-ся-фа, это расстояние. Поэтому если человек, который, например, в пути, пешком пройти, например, 10 километров, тяжелее бывает, там 20 километров пешком пройти, тяжелее, чем тысячи километров на самолете пролететь. Но однако, кому дозволено разгавление сделать? Тому, кто на самолете. Ему дозволено. А тот, кто пешком идет там 10 километров, 15 километров, ему нельзя разгавление делать. Почему? Потому что аль-илля сабаб, именно причина разгавления, это не трудность, а это ма-са-фа, это расстояние. Также нарит, больной человек, если он, например, как Аллах в Коране сказал, то есть те люди, которые болеют и не постятся, они должны заплатить фиде, то есть именно накормить бедняка, если у них есть возможность. Если нет возможности, то он просто пропускает пост. Если потом у него хроническая какая-то болезнь, он не возвращает пост этот, если ему дозволено не поститься. Но если человек заболел, то он смотрит на свою болезнь. Если может, если не тяжелая болезнь, насморк, например, что-то, то пусть лучше пропастится, если не усугубит его здоровье. Но если тяжелая какая-то болезнь, то он делает разгавление. Потом, иншаллах, если он выздоровеет, он восстанавливает пост. Если вдруг у него хроническая болезнь, то, аль-хамду лилля, он освобождается от поста. Также Ащеху-ль-Кабир, пожилой человек, если мусульманин, мусульманка, в пожилом возрасте, тяжело им поститься, то они освобождаются от поста. И за каждый день с горстью еды он должен давать милостяную пожертвование, если у него есть возможность. Если у него нет возможности, то он просто не постится. И все. Как сказал пророк Мухаммад, саллаху алей-салям, как сказал Ибн Аббас, рада Аллаху анхума, раххаса ли шейхи-ль-Кабир, ан ютайма ан куль яумин мискинан, вала када алейхи. Как сказал Ибн Аббас, то, что пророк Мухаммад, саллаху алей-салям, разрешил пожилому человеку не поститься и не восстанавливать потом пост и за каждый пропущенный день в горсть, как две ладошки еды, дать бедному человеку, то есть накормить бедняка. Но если у него нет возможности финансовой, то тогда просто он не постится. Также аль-хамиль уль-мурдаа беременная женщина и кормящая мама. Если женщина беременна и боится за себя, за свое здоровье или за ребенка своего, то она оставляет пост, она не постится. И когда уже за валь-удр, то есть когда уже пройдет вот это вот, то есть она родит, потом она, и, ваше Аллах, по возможности восстанавливает этот пост, то есть день к одному. Если у нее есть возможность, также за каждый пропущенный день в месте Рамадана, то есть пока она беременна, с горстью фиников, с горстью еды, она же делает пожертвование для бедняков, и это будет для нее лучше, аль-хамдуль-мурда. А кормящая мама, если она боится то, что пропадет ее молоко, то тогда она тоже может не поститься. Но если у нее есть, например, то есть она, если есть, например, она, например, не боится, что ее молоко пропадет, или есть, например, другая женщина, кто сможет прокормить ее ребенка, и она может тоже начать поститься, аль-хамдуль-мурда. То есть если у нее нету, то есть женщина сама в это положение знает, как и поститься или нет, то есть пропадет у нее молоко или нет, она чувствует, знает, поэтому, аль-хамдуль-мурда, здесь вот такой вопрос, возвращаясь уже к ней. Если она боится, что ее молоко пропадет, и нету другой женщины, которая будет кормить ее ребенка, и ничего другое молоко он не примет, тогда она оставляет пост и потом также по возможности, аль-хамдуль-мурда, восстанавливает, иншалла, после того, как уже прокормит своего ребенка.